Итак, сегодня я расскажу о микрофонах, на которые записываю все эти замечательные и незамечательные рассказики, фрагменты книг, а также свои бредни. Первый микрофон это некий для меня загадочный ноунейм под названием 73-85 с неизвестным возрастом, который был изначально взят для репетиций и для того, чтобы втыкать его в разные примочки и использовать голос в качестве соло, при том, что использовать гитару в качестве ритма. По характеристикам, якобы там от 50 до 15 тысяч герц, его диапазон кривая, черт его знает, какая у него кривая, сам сайт компании, которая его производила, уже черт знает сколько лежит, искать на него какие-то PDF-ки на достаточно древний такой микрофон смысла нет. Впрочем, он вполне себе работает и основная трабла заключается, в общем-то, не с самим даже микрофоном, основная трабла заключается с аудиокартой, но об этом будет немножечко позже. Итак, сейчас я говорю именно в него и специально не буду обрабатывать. Звук об обработке тоже будет немножечко позже сказано. А сейчас перейдем ко второму экземпляру. Второй экземпляр это аудиотехника ATR-6250. Такой микрофончик за 50 баксов. Вообще его назначение, чтобы понимали, это стереомикрофон, и его назначение это подключение в качестве внешнего микрофона к аудиокамерам. Батареечка в него ставится, постоянно забываю их доставать. Батареек валяется куча дома, но постоянно забываю доставать. Иногда включаю на запись, батарейка разряженная, потом перезаписываю. Короче, такая вот бывает дрочь с этим микрофоном. Но, к сожалению, в стерео я им писал только на камеру, потому что у аудиокарты в стерео возможности записать опять же нет. Такая уж специфика. И вообще сама специфика и назначение этого микрофона это внезапно запись разного рода мероприятий, подзвученных, как правило. На него очень хорошо писать живой звук на концерте. Например, Field Records, скажем так, запись в полевых условиях. Я себе постоянно обещаю как-то выбраться с камерой и действительно позаписывать звук в полевых условиях. Я имею в виду не концерты, а какие-то шум леса и иже с ними, там, железной дороги, чего-то такого. Пока руки не доходят до этого занятия. Но, тем не менее. Поэтому в большинстве случаев, когда я записываю на него, во-первых, его звук кастрирован, нет объема. Берется только один канал, к сожалению. Во-вторых, беда с усилением. Но это немножечко отдельная тема и она характерна и для первого случая. О ней, опять же, немножечко позже. На третий микрофон я не буду переключаться. Да и не микрофон, это вовсе. В свежих записях, я думаю, достаточно было слышно, несмотря на обработку. То, какой-то, скажем так, диапазон частотный голос очень заужен, голос при этом очень перегружен. Дело в том, что не было времени так писаться, сидя просто за стационарником. И часть вещей были записаны вообще на, ну это этого года, конкретно этого года, вообще на гарнитурку. Вот такой вот я распиздяй, я записал на сяомевскую гарнитуру часть рассказов, которые были вот в этом году закинуты на канал. Со всеми вытекающими последствиями. Потому что, несмотря на то, что все это вычитывается и как-то, я немножечко забываю иногда о том, что эта гарнитура, она бьется об одежду, об грудь, и какие-то шумы налагаются и так далее, и тому подобное. Вот. Ну и пишется она на разные аудиоинтерфейсы, то есть я ее не внешкой аудиокартой пишу, а благо там 24-битка. На ноуте, втыкаю на ноуте. Там тоже интересная аудиокарта, но о ней я не буду. А, собственно говоря, аудиокарта, на которую все пишется, она не имеет предусиления. То есть там не предусиления нормального нет, не фантомного питания. Она вообще предназначена чисто воткнуть гитару, поиграть на наушниках. Собственно говоря, я изначально ее брал и для гитары исключительно, потому что на момент, когда она бралась, у меня был весьма хороший интерфейс. Суть в том, что он ставился к внутренней аудиокарте PCI, он ставился с отдельным питальником. То есть там был хороший блок питания, без наводок, там был и преамп и фантомное питание. Вот такая нехилая штука, при переездах она похерилась, к сожалению. Собственно говоря, экземпляр номер один, с которого я начинал, репетиционный микрофон, был взят, потому что тоже при одном из переездов я потерял, дорогой там своему сердцу, аудиотехника, именно вокальный мик. Ну тоже порядка он, правда, тот, по-моему, порядка уже ближе к сотке был баксов, в отличие от этого стереомика. Впрочем, это было тоже давно и неправда, это было, наверное, лет 10 назад, потому что брал я его еще в древние-древние годы, когда у меня большинство стаффа не было, никаких там клавишных, еще кучи всякого говна, педалей, которые я сейчас практически не использую, и половину из них вообще тю-тю. Ну, хотя когда-нибудь, может, видос с ними запишу, или даже живой звук какого-нибудь шугейзинга запишу. Вот такая вот история. При том, что на какие-то партии микрофонов часто-часто я записываю на один и тот же микрофон голос иногда за один и тот же день, все может очень сильно по звуку отличаться, из-за моей любви говнить звук тем или иным способом и наворачивать кучу-кучу обработки. Ну, люблю я это дело. Иногда это хорошо, иногда я слишком режу по частотам голос, чтобы вместить как можно больше всякой этой музыкальной подложки в виде разного амбиента. Приходится там срезать какие-то верхние частоты, какие-то нижние частоты, где-то серединку поджимать и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, еще при этом приходится иногда убирать какие-то дефекты записи. Как одно время были проблемы с самой сетью. Когда пишешься на ноут, это отчасти решается. Отключился от сети, пишешься с аккумулятора, пишешься с батареи, и тебе норм. То, когда был старый блок питания в компе, и еще не было еще и стабилизатора сетевого напряжения, то на многих, особенно ранних записях, была проблема с тем, что из-за каких-то проблем в сети, то есть какие-то скачки напряжения, какие-то наводки и тому подобное, кто в электротехе разбирается, поймет. Кто не разбирается, тому оно не надо еще на 10 минут распинаться. В общем, иногда это доставляет конкретные проблемы и некоторое дерьмо. Но благо сейчас от этого по большей части я избавлен. Сейчас скорее больше проблема есть, это когда соседи могут на денек, часиков на 10 поработать, не знаю, перфоратором, например, в выходной день. Ну, это уже такая бытовуха. Вот как-то так это все и пишется. Об разных эффектах, наверное, распинаться не буду, потому что куча всего накручивается обычно на голос. И как-то это так звучит. В феврале месяце я как-то обнаружил, что очень давно, по-серьезному так, не играл, взяв там только вот клавишный или гитару, вот чисто на 5 минут побренчать в день или чисто вот какого-то фона записать для рассказа. Я обнаружил, что это вот как-то на протяжении многих месяцев происходило, что я вообще как-то подрастерял изрядно скилл. И я засел вот полмесяца, как не записывая при этом рассказы. Вот рубил на гитарке, сейчас надо как-то еще немножечко подтянуть скилл на клавишных. Рубил, рубил и как-то у меня было настроение, я включил на запись. Как-то мне все это понравилось. Я набил на драм-машинке несколько квадратов, а потом скопом прописал пяток партий. И все это получилось в полноценный трек, чуть менее чем 3 минуты. И я его так переслушивал, сводил, и на меня немножечко так накинулось желание написать несколько строк для него. И получилась как-то эта песня. Текст буквально получился после того, как я записывал короткий спич «Не избежать колеса сансары, повесившись на кресте». Так что я надеюсь, в ближайшее время его выгружу. Ну, будет вот хоть какое-то разнообразие, потому что, честно признаюсь, я за это время рассказов никаких не записал. Может, чего-нибудь свеженького по литературе, по вахе и по пастам запишу. Но даже и не знаю, наверное, не раньше следующей недели. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok